Друзья мои, всем привет! Приступил я к уборке чеснока. Выкапываю. Вот такие неплохие головки у меня в этом году выросли. Сегодня я вам расскажу, по каким признакам я определяю, что чеснок пора выкапывать. И расскажу, как я его сушу. Итак, смотрите. Вот сейчас как выглядит мой чеснок. В первую очередь я ориентируюсь на состояние стебля. Когда стебель начал подсыхать, желтеть и ложиться горизонтально под собственной тяжестью. Вот это первые признаки того, что чеснок пора выкапывать. Есть еще такой неплохой признак, когда если вы оставили семенную коробочку, она начинает раскрываться. И семена начинают созревать, как бы бульбочки. Но так как я удалил все головки семенами, у меня этот признак, к сожалению, я на него не могу сейчас ориентироваться. Но тем не менее, я четко определяю и никогда не ошибаюсь со сроками выкопки. Нахожусь я в Московской области. У нас выкопка чеснока примерно начинается в конце июля, начало августа. Ну, так скажем, первой декады августа. Вот в это время примерно начинают у нас выкапывать чеснок. То есть можно ориентироваться и по срокам. Единственное, что бывает, ранняя весна, бывает поздняя весна и лето. Соответственно, теплые либо прохладные. Поэтому сроки могут либо сдвигаться на более ранние, либо сдвигаться на более поздние. Но основной, конечно, показатель это состояние стебля. Итак, что же я делаю, чтобы высушить чеснок? После того, как я выкопаю вот такое вот, скажем, небольшое количество, здесь, наверное, около примерно 10-15 головок, я их связываю веревкой и, не обрезая стебли, подвешиваю под навесом. То есть сушу я на улице, получается, под навесом, не на солнце, в тени и в хорошо продуваемом месте. И висит он у меня примерно около месяца. За это время стебель чеснока успевает полностью засохнуть. Луковицы хорошо продуваются, высыхают. Ну, конечно, перед сушкой я его промываю, чтобы смыть вот эту вот грязь, которая остается на корнях и головках чеснока. И потом сушу в течение месяца. После этого я убираю его на хранение в погреб, в подвал, в прохладное помещение с хорошей вентиляцией. Хранится он у меня там до самой весны. Ну и, соответственно, вот такие головки чеснока, после того, как вы их хорошо просушите осенью, примерно в октябре, в зависимости от погоды, мы их снова сажаем, делим на зубки и снова сажаем в грядки для урожая следующего года. Всем большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые видео.